Итоги уходящего четверга Кому пора задуматься о бустеризации Вылетел на встречку Гаи ищет очевидцев смертельной аварии Которая произошла 2 октября Куда обращаться? Театр это искусство отражает жизнь Бобруйск вновь примет фестиваль национальной драматургии Это не только обмен впечатлениями Это обмен мнениями, это обмен опытом Чем покорят зрителя А также схожие подходы Дорожный допуск И золотая славянка Нацбанк выпустил первую в истории страны Инвестиционную монету Для чего она нужна? Всегда готовы подставить плечо Президент встретился с губернатором Ростовской области Прошлый визит Василия Голубева состоялся 5 лет назад Тогда договорились сотрудничать По целому ряду направлений разработали дорожную карту Сейчас оценили, как она выполняется Гость обратил внимание Эти темы всегда находятся в поле зрения лидеров двух стран За 8 месяцев текущего года мы наторговали на 420 миллионов долларов Это 30% прироста к уровню предыдущего года В прошлом году превысили планку полмиллиарда долларов, которую наметили в 2017 году Конечно, это неплохой показатель, но есть над чем работать и есть к чему стремиться Сегодня, как ни странно, большим подспорьем в нашей работе стала не взаимодополняемость, о которой мы постоянно говорили А как раз схожесть подходов к развитию народного хозяйства в Беларуси и на Дону Александр Лукашенко добавил, когда после февраля Россельмаш ощутил на себе всю тяжесть западных санкций Наши гомельские производители сельскохозяйственной техники подставили плечо российскому производству необходимыми узлами и комплектующими Глава государства убежден, здесь есть и более серьезные перспективы по развитию кооперации Смертельное столкновение ГАИ ищет очевидцев аварии ДТП произошло 2 октября на третьем километре автодороги Могилев-Бобруйск около часа дня Форд не справился с управлением и машину вынесло навстречу В результате пассажирка дачи скончалась на месте Ремнем безопасности она пристегнута не была Специалистам пришлось на несколько часов перекрыть участок дороги Любую информацию, в том числе и наличие записей с видеорегистратора, просьба сообщить по номеру 102 Досрочные выплаты, персональные данные, престижная профессия Колледжи и вузы готовы выполнить любой объем заказа по целевому обучению Какие специалисты сейчас в ТОПе? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре В Беларуси внесут изменения в Гражданский кодекс о защите персональных данных Рассматривается вопрос об охране частной жизни, переписок, личной информации, изображений и фотографий Нередко возникают вопросы, которые связаны с получением согласия человека Проект закона планируют принять до конца года Белтихосмотр в октябре выдал на 15% больше допусков к дорожному движению, чем в прошлом году За месяц свыше 97 тысяч документов Сейчас в Беларуси наличие разрешения автоматически контролируют средства фото и видеозаписи Напомним, нарушителям грозит штраф до 96 рублей, за повторное до 160 Белорусские профессиональные колледжи и вузы готовы выполнить любой объем заказа по целевому обучению Сейчас востребованы специалисты легкой промышленности, строительной отрасли, слесари, токари, фрезеровщики Есть вакантные места и в производственных гигантах страны, таких как МАЗ, тракторный завод, Атлант Белпочта досрочно выплатит пенсии и пособия за 7 ноября В столице получить деньги можно уже в пятницу, в других регионах – субботы В праздничный день будут функционировать только дежурные отделения Полный график работы можно узнать на официальном сайте Нацбанк выпустил первую в истории страны инвестиционную монету «Славянка» номиналом 50 рублей Все предыдущие версии были только коллекционными Денежное средство предназначено для сбережения и накопления Разница между стоимостью и содержанием золота минимальная Будьте здоровы! В Могилевской области более 70% населения прошло первичный курс вакцинации от COVID-19 Почти 700 тысяч человек позаботились о своем здоровье Особое внимание уделяется бустерной прививке Она необходима для поддержания иммунитета Такой укол в регионе сделали порядка 377 тысяч Сейчас иммунизируют с 5 лет как в поликлиниках по месту жительства, так и в школах В поликлинике номер 3 вы можете привиться в любой день недели Мы работаем как в будни, так и в выходные Минуя регистратуру, вы сразу можете обращаться в 102 или 103 кабинет В будние дни с 8 утра до 7 вечера В субботу с 8 утра до 5 вечера И в воскресенье с 9 утра и до 2 часов дня Минздрав, между тем, утвердил график работы учреждений здравоохранения Поликлиники, станции переливания крови, санитарно-эпидемиологические организации, аптеки и больницы 5 ноября будут принимать по расписанию субботы 6 как выходные, а 7 по распорядку праздничного дня Учебники в сторону В Беларуси продолжаются осенние каникулы Только в Могилевской области работают 268 школьных лагерей В них активно проводят время свыше 8 тысяч ребят Из республиканского бюджета на удешевление путевок выделено 219 тысяч рублей О подыхе для детей и родителей Татьяна Горбач Отдохнуть, развлечься и научиться Неофициальный девиз школьного лагеря 28-й школы Педагоги делают все для того, чтобы ребятам запомнились эти осенние каникулы Неминуты покоя в самом лучшем смысле этого слова Занимательные квесты, познавательные викторины и развивающие занятия Мальчишки и девчонки 6-7 лет узнают много нового о правильном питании и здоровом образе жизни В работе с детьми самое главное это положительное эмоциональное настроение Чтобы дети были радостные, чтобы им было весело, интересно, чем-то заняты были во время школьных каникул Минимум гаджетов, больше движения, активный отдых на первом месте Ребята качают пресс, укрепляют мышцы рук и ног в тренажерном зале Развивают координацию и гибкость на занятиях по гимнастике Соревнуются в силе и ловкости и играют в мяч со школьными друзьями Отличное развлечение и прекрасная возможность укрепить здоровье В нашей школе уделяется большое внимание спортивным мероприятиям У нас проводятся такие разминки, спартакиады Также мы хотим, чтобы наши дети были все здоровы и сильны В школьном лагере первой гимназии созданы все условия для того, чтобы дети могли провести каникулы интересно и с пользой Вкусное трехразовое питание, творческие конкурсы и увлекательные игры Программа на неделю у ребят насыщенная В рамках года исторической памяти запланированы экскурсии по городу и посещение знаковых мест А где вкуснее кормят? Дома или в лагере? В лагере А какие твои любимые блюда? Я люблю солдатскую кашу и котлету А во что вы играете? Мы плетем браслеты А вы их кому-то подарите? Да, дарим маме, маме, друг другу, друзьям Где лучше? Дома, одной или в лагере с друзьями? В лагере с друзьями, конечно Они всегда тебя поддержат, рассмешат В Могилевской области в период осенних каникул работают 268 оздоровительных лагерей В них активно проводят время свыше 8 тысяч мальчишек и девчонок Для того, чтобы детский отдых не влетел родителям в копеечку Из республиканского бюджета на удешевление стоимости путевки выделено 219 тысяч рублей Поэтому и цена вполне себе демократичная В среднем 36,90, для ребят 6-10 лет Плюс интересный и разнообразный досуг Все для того, чтобы школьники вернулись на занятия с новыми силами и незабываемыми впечатлениями Татьяна Горбач, Максим Галеонко, Бобруйск, 360 Нобелевская неделя, Путаница и Альпы, 41 Бобруйск вновь примет фестиваль национальной драматургии В прошлом году из-за сложной эпидемиологической ситуации он был отменен В этом пройдет с 11 по 16 ноября В списке 11 участников из разных уголков Синёкой Площадками впервые определены три сцены Могилевский драматический театр в областном центре Театр драмы и комедии имени Дунина Марцинкевича Дворец искусств в Бобруйске Постановки покажут в двух программах В совместном проекте с Белорусской академией искусств Творческая лаборатория Зрители увидят спектакли начинающих режиссеров Студентов третьего курса Будут представлять три работы Четвертую работу будет представлять Бобруйский театр И для этого мы выбрали цикл рассказов, повестей Яна Борщевского о Беларуси в фантастичных оповеданиях Очень интересный материал Это полусказки, полумифы, полубыли Записанные от наших бабушек, дедушек Для театра, для всей театральной среды Это имеет очень огромное значение Это не только обмен впечатлениями Это обмен мнениями, это обмен опытом Это поиск новых форм работы Это срез белорусской драматургии, если так можно сказать Мы ждем Я думаю, что если кто-то любит и предпочитает комедии То приглашаем на известную комедию Примаки Которая будет представлена Могилевским драматическим театром Мы в это время будем работать на их сцене Немножко расширилась география нашего фестиваля А Могилевский театр привезет свой спектакль к нам Основную программу дополнят читки пьес и обсуждения постановок Фестиваль во многом сложился из спектаклей по произведениям классиков Василия Быкова, Янки Купалы и Алексея Дударева Подробное расписание можно найти на сайте театра Билеты в продаже Это все и события к этой минуте Смотрите нас в интернете и в соцсетях Мы в эфире каждый будний вечер Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова